Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарычев. Задание 156. Представьте в виде дроби. Итак, выражение в пункте А. Здесь нам нужно вначале выполнить умножение дробей, потом выполнить вычитание. Так, ну, давайте мы сразу тогда, чтобы... Ну, мы знаем, что при умножении дробей получается дробь... А, сразу мы и напишем эту дробь. В числителе, которое произведение числителей, а в знаменателе произведение знаменателей. Значит, вот у нас в произведении числителей первый числитель и второй числитель. Мы его сразу преобразуем. Мы вынесем троечку за скобку, значит, умножить на 3. Так, и х минус 1. Так, а теперь знаменатель. Здесь у нас х квадрат минус 2х плюс 1. Но это же квадрат разности двух выражений, разности х минус 1 в квадрате. Это и будет х квадрат минус удвоенное произведение х на 1 и квадрат 1. Так и запишем. х минус 1 в квадрате. А вот это у нас что за знаменатель? Это у нас разность квадратов. Вот квадрат от х, вот квадрат от двойки. Разность квадратов. Формула разности квадратов – это произведение разности двух выражений на их сумму. х-2 на х плюс 2. Это разность квадратов, а это квадрат разности. Вот мы их расписали по формулам. А теперь мы можем выполнить сокращение. х плюс 2 уйдет. х минус 1 в числителе, х минус 1 в знаменателе. Но здесь у нас х минус 1 дважды в квадрате. Значит, уйдет только квадрат. А х минус 1 – одна скобка останется. Все. Ну, теперь мы запишем вот эту дробь. 3 х минус 2. Ну, и давайте все-таки перепишем, чтобы не ошибиться. Я вот перепишу, что получилось в результате умножения дробей. В числителе у нас только тройка осталась. А в знаменателе что у нас осталось? Так, ну, одна скобка х минус 1 записали. Так, и одна скобка х минус 2. И больше ничего не осталось. В числителе только тройка. Так, и минус 3 делить на х минус 2. Так, вот теперь нам легко будет определить общий знаменатель у этих вычитаемых дробей. Понятно, что это будет вот этот знаменатель. Будет х минус 1, х минус 2, потому что он включает в себя единственный множитель второго знаменателя. И тогда у нас к первой дроби дополнительных множителей не будет, потому что ее знаменатель и есть общий знаменатель. А ко второй будет. Это х минус 1. Ну, и теперь что в числителе? 3, 3, троечка так, 3, минус 3 умножить на х минус 1. Значит, 3х, но с минусом 3х, минус передробью. Так, 3 на минус 1 минус 3, и здесь минус плюс 3. Вот что получилось. Значит, здесь у нас получается, так, 6 минус 3х. Так, на х минус 1, на х минус 2. Так, а теперь мы вынесем, и давайте сразу мы вынесем за скобку в числителе троечку, но вынесем троечку с минусом, минус 3. Что это нам даст? Останется у нас х, х, и от шестерки останется двоечка, но так как мы минус вынесли, то нужно будет написать минус 2. И, смотрите, у нас образовался общий множитель, на который можно сократить и числитель, и знаменатель. Так, вот так мы сократили. Теперь у нас осталось минус 3 и разделить на х минус 1. Ну, так неудобно, конечно, не очень красиво, когда минус числитель, но мы можем изменить знак одновременно и в числителе, и в знаменателе. При этом дробь у нас не изменится. Значит, мы в числителе меняем знак на плюс, получается у нас 3, в знаменателе меняем его на минус, значит, у нас здесь был плюс, ставим минус. И этот минус вносим сюда, в эту скобку. Тогда получается минус х плюс единица, то есть единица минус х. И вот получился такой красивый ответ. Пункт В. Так, ну здесь давайте мы сразу вот эту дробь, мы ее немножко изменим. Ну, преобразуем немножко. Числители мы оставляем без изменения. А вот в знаменателе, смотрите, это же у нас квадрат суммы двух выражений. Первое выражение 2а. 2а в квадрате – это 4а квадрат. Второе выражение 4 в квадрате 16. А вот это, значит, 2а на 4 – это 8а, и на 2 – это 16, значит, это удвоенное произведение. Первое на второе, значит, это у нас квадрат суммы двух выражений. Первое выражение 2а, второе выражение 4а плюс 4 в квадрате. Здесь пока мы пишем, конечно, разделить, потому что нам нужно еще выполнить вычитание вот этих трех дробей. Но чтобы выполнить это вычитание, нам нужно прийти к общему знаменателю, найти этот общий знаменатель. Давайте тогда мы преобразуем каждый знаменатель, чтобы определиться с общим знаменателем. В первом знаменателе мы можем вынести двоечку за скобку, а минус 2 останется. Во втором знаменателе, ну числитель я перепишу, так, а вот знаменатель, смотрите, здесь, если мы двойку вынесем, у нас останется а квадрат минус 4. Но а квадрат минус 4 – это разность квадрата, квадрата а и квадрата двойки. Тогда мы распишем сразу и эту разность квадратов. То есть вот двойку мы вынесли, теперь осталось а квадрат минус 4, но мы расписываем как а минус 2 на а плюс 2. А плюс 2. Вот такой знаменатель получился. Ну и третий знаменатель. Так, здесь мы просто а вынесем за скобку, и а плюс 2 останется. Вот. Вот теперь мы первую вот эту дробь переписываем. 2а плюс 4 в квадрате. Кстати, тут еще двойку можно было бы вынести. Но давайте пока пусть останется без изменения. Вот потом еще двойку вынесем. Так, вот теперь мы ставим все равно деление, потому что мы только выполним вот эту разность, найдем сейчас. Общий знаменатель. Давайте рассмотрим множители, какие здесь есть. Двойка, а минус 2. Двойка, а минус 2 здесь есть. А плюс 2. И еще а. Итого получается 2. Двойка обязательно нужна. Множитель а есть. Множитель а минус 2. И множитель а плюс 2. Давайте проверим. Так, первый знаменатель, все, есть его множители. Второй знаменатель, есть его множители. Третий знаменатель, есть его множители. Все, теперь нам остается расставить дополнительные множители. На что здесь нужно домножить? А есть, то есть двойка есть, а нету. И нету а плюс 2. А плюс 2. Здесь у нас что? То есть здесь у нас только нету а, множителя а. А здесь у нас нету двоечки, не хватает. И множителя а минус 1. Ой, а минус 2. Минус 2. Вот теперь мы умножим на все эти множители. Здесь получается а на а, а квадрат. И на а. Значит, а в квадрате. И на а. Это а в третьей степени. Плюс а на а, а в квадрате. И на 2. Плюс 2а в квадрате. Здесь у нас а в квадрате плюс 4 на а. Это минус а в третьей степени. И минус 4а. Минус, потому что передроби минус. И здесь минус 2 на 2. Минус 4. Минус 4 на а. Минус 4а. Так. И минус 4 на минус 2. Плюс 8. Вот что у нас получилось. Давайте сразу в числителе. Здесь а в кубе и минус а в кубе сократится. Так, останется 2а в квадрате минус 8а и плюс 8. Так. Тогда мы теперь а минус 2. Числитель переписываем. А в знаменателе… Вот давайте внимательно посмотрим. Значит, здесь у нас 2а плюс 4 в квадрате. Если мы… То есть это получается две скобки 2а плюс 4 на 2а плюс 4. Если мы из каждой скобки вынесем по двоечке, то тогда в итоге у нас получится 4. 4а в скобке. Если мы двоечку вынесли, у нас останется а плюс 2 в квадрате. Теперь мы пишем знак умножить. Меняем деление на умножение. И теперь то, что у нас было в знаменателе, то пойдет в числитель. Вот 2а на а минус 2 и на а плюс 2. А то, что у нас в вычислителе, то пойдет в знаменателе. Так, давайте запишем, что же у нас в числителе. Кстати, мы сразу вынесем двоечку. Вот смотрите, двойку вынесли. Осталось а в квадрате. Теперь минус 8а. Вот здесь минус 8а. Но двойку мы вынесли, значит, минус 4а. И плюс 8. Двойку вынесли, значит, плюс 4. Вот так. Все. Теперь пытаемся сократить. Что мы тут можем сократить? Так, скобка а плюс 2 здесь и одна скобка а плюс 2 здесь ушла. Так, ну, еще вот здесь 4 мы на 2 делим и двоечку делим. Получаем единицу. Запишем в итоге, что у нас получается в результате умножения дробей. Ну, вот множитель а и а минус 2 и а минус 2 два раза. Значит, а на а минус 2 в квадрате. Так, проверяем. Все. Что у нас в знаменателе? Так, ну, мы сократили вот эту двойку. Сократили. А вот эта двойка осталась. Значит, у нас четверка. а плюс 2, один множитель а плюс 2. А вот это что у нас такое? Смотрите, это у нас квадрат разности двух выражений. а и двойки. Значит, это квадрат от а, это квадрат от двойки, это удвоенное произведение. 2а и на 2 удвоенное произведение. Значит, вместо вот этого всего мы можем записать. а минус 2 в квадрате. И тогда у нас очень даже красиво сократится а минус 2 в квадрате в числителе, а минус 2 в квадрате в знаменателе. Итого останется в числителе а, в знаменателе 4 умножить на а плюс 2. Ну, можно четверку внести в скобку, можно этого не делать. Давайте запишем 4а плюс 8. Вот такой получился ответ. И на этом все, задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях. И смотрите следующее видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok